Срок полномочий Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. Сегодня же депутаты обсудили порядок проведения конкурса по избранию главы города. Итак, претендентов на кресло мэра отныне отбирает конкурсная комиссия из восьми человек. Четыре представителя города Сочи, еще четверых назначат распоряжением губернатора. Комиссия отберет нескольких кандидатов, из которых местные депутаты выберут мэра. От Сочи в комиссию входят председатель городского собрания и его заместитель, председатель избиркома города и руководитель филиала общественной организации Герои Отечества. Конкурс назначен на 10 сентября. 30 июля начнется прием документов от желающих участвовать в выборах. Подать документы может любой желающий старше 21 года с высшим образованием и пятилетним опытом работы на руководящей должности, либо трехлетним на высших должностях муниципальной или государственной службы. Как практика показывает, что заявлений бывает много на должность мэра. Поэтому конкурс, эта процедура будет разделена на две части. Первая часть – это прием документов и проверка достоверности этих данных. Те, кто пройдут этот этап, он будет допущен уже собственно к конкурсу, то есть к собеседованию, где и будет выясняться знание и готовность его возглавить наш город. Система будет бальная. Каждому будет предоставлена возможность одинаково по времени. Комиссия решит, поскольку он должен высказать свое видение, свои планы, прогнозы, как он будет руководить нашим городом. В рамках собеседования кандидатам на пост главы Сочи члены комиссии будут задавать вопросы. За каждый ответ – определенное количество баллов. Финалисты решением комиссии будут внесены в бюллетень для тайного голосования. 10 сентября будет как раз собеседование, собственно, конкурс проходить. Вот когда определятся лидеры. После этого в течение 7-10 дней будет назначена сессия. И на сессию уже будет избран мэр города. Практически это та же самая процедура, которая была в нашей муниципальной избирательной комиссии. Только теперь это будет конкурсная комиссия на базе городского собрания. Напомню, больше всем миром за городоначальников в Сочи не голосуют. Госдума приняла поправки, которые считаются революционными для системы местного самоуправления. Субъекты федерации стали по очереди отказываться от принципа прямых выборов, заменяя их голосованием депутатов местных законодательных органов.